Впрочем, в реале мы остановились вот именно на этом месте, точнее, то на анимировании нашего толстячка. Так что давайте уже проанимируем нашу модельку и сделаем его живее, что ли, я не знаю. Давайте так сделаем, к примеру. Давайте заставим его, я не знаю, хлопать в ладоши. Только перед этим давайте, чтобы было меньше вопросов с вашей стороны, и чтобы вам просто было понятнее и удобнее работать, соответственно, с FM-кой, давайте разберем парочку вещей. А если точнее, то разберем наш основной таймлайн. Как видите, наш таймлайн изображен в виде ленты, например, что ни странно, которую можно спокойно растягивать. Если перевинуть курсор в конец нашей дорожки, мы сможем спокойно увеличивать наш таймлайн или уменьшать. Зачем, спросите у меня? А все очень просто. Ведь от увеличения и уменьшения таймлайна зависит продолжительность нашего, получается, видео. То есть, чем меньше таймлайн, тем меньше видео, тем больше, тем получается и больше. Ну и так далее, тому подобное. Также можем двигать наш второй, анимационный таймлайн. То есть, этот таймлайн это видео таймлайн, который сзади, а это анимационный таймлайн, так его назовем. Давайте сдвинем его сюда, и, как видите, там, где нету, получается, у нас анимации, так скажем, У нас, как бы, заполнена чёрная шкала. Как-то вот так. Так что давайте примерно вот так её заполним. И пока что не будем её трогать. Так вот. Кстати говоря, давайте тогда создадим вот такое вот действие. А если точнее, то давайте разделим наше видео, как говорится, до и после. Чтобы создать, как так сказать, вид с двух сторон. И для начала давайте перейдём в нашу основную камеру. А если точнее, то первую камеру. Так, переходим в первую камеру. И смотрим, ребят. Давайте, например, вот до этого момента она будет смотреть на нашего персонажа. И после, например, вот этого вот момента. То есть примерно после 11 секунд, то есть на 12 секунде. Он будет смотреть с другого ракурса. Ну, письмо, камера с другого ракурса будет приключена. Так что давайте разделим наш таймлайн. Зажав, то есть нажав кнопочку B. Нажимаем, и наш таймлайн как бы разменяется на два объекта. Так, вот здесь будет первая камера. И чтобы сделать, чтобы здесь была вторая камера, нажимаем на наш Shot 2. И просто переключаемся на вторую камеру. Так, вторая камера. И смотрим, что у нас получилось. Как видите, как бы в начале анимация причутся на первую камеру. А во второй части на вторую. Всё работает. И, соответственно, робит. Ну, и давайте перейдём в третью графу, чтобы сделать нашу, соответственно, анимацию. Выделив при этом первый канал. Как видите, то, точнее, та зона, где у нас будет анимация, заполнена таким белым цветом. А остальная серым. То есть это та зона, где у нас анимация не будет действовать. Кстати говоря, про анимацию. Также вы можете спокойно передвинуть нашу дорожку, чтобы, соответственно, переключиться на тот или иной участок цепи. Или колёсико-мыши его отдалить и приблизить. Как бы я про это забыл сказать. Ну, так вот. Давайте сделаем так, чтобы он, предположим, как-то, я не знаю, ну, я думаю, хлопки как-то это слишком. Давайте сделаем так, чтобы он поднял, предположим, руку. К примеру, давайте вот к этому моменту, вот примерно вот в этой секунде, он у нас, соответственно, должен поднять руку. Переключаемся на ворк-камеру и подлетаем к нашему толстенькому мужичку. И давайте его немного раскроем. А зачем-то нажмём на плюсик. И тут, как вы видели, у нас получилось очень много кассигоры. А точнее, это точки привязки. Нажав на один из них, мы увидим скелет нашего мужичка. И получается, там, где у нас отметила программа, то есть эти точечки всякие, палочки, это та зона, где у нас будет происходить, соответственно, анимация. Давайте для примера я покажу это на руках. Нажимаем на наши руки и начинаем растягивать. Как видите, наши руки синхронно начинают растягиваться в неестественных положениях. Нажимаю Ctrl Z и возвращаюсь в естественное русло. Кстати говоря, про естественное русло. Когда мы выделили наши соответственные руки, то у нас сразу же открылись много точек позиций. И сразу же наш таймлайн преобразился в какой-то так называемый ковёр, так скажем. Чё это за ковёр? На самом деле всё очень просто. Это те части тела, которые участвуют в этой анимации. Так что вот такие, ребят, дела. И давайте-ка сделаем так, чтобы он поднимал левую руку, к примеру. А во второй части сделаем так, чтобы он, например, я не знаю, типа кулаком грозил. Чтобы как бы всё было нагляднее. Так что давайте нажмём на пустое место вот этой вот строки, чтобы всё отвыделилось. И давайте-ка выберем эту руку. Но как видите, если мы будем просто так щёлкать, то ничего не изменится. Так что, чтобы выделить вот эту вот руку, надо зажать ков КТРЛ или же контрол, я не знаю, как назвать, как хотите. Мы спокойно можем выделить нашу зону, соответственно, привязки. И давайте-ка выделим, к примеру, вот эту вот руку. Так, мы её видели. И давайте перейдём вот в эту вот категорию. И опять же, давайте сделаем так, чтобы он поднимал нашу руку. Давайте вот прокрутим её вот так, к примеру. Перекрутимся на эту вот кость. Ну, так сказать, нашу уже локтевую. И вот сделаем, чтобы он как бы, к примеру, вот, типа, здоровался, так скажем. И вот к этому моменту, примерненько, сделаем, чтобы его вот эта вот рука, как бы кисть, так скажем, как бы носила дружеский характер. Так вот, всё, ребят, готово. Теперь давайте просмотрим нашу, соответственно, анимацию. Нажимаем нашу камеру и смотрим, что у нас получилось. Так, нажимаем и, как мы видим, мы официально лоханулись. Причём, ребят, лоханулись так знатно. Я забыл создать начальную точку нашей анимации, ребят. Не допускайте моих ошибок. И нам надо вначале создать точку, где у нас будет начинаться анимация. Так что давайте опустим нашу руку. К примеру, он будет, типа, в таком положении находиться. К примеру, вот так будет рука его опущена. Так скажем. И давайте посмотрим, что у нас уже в этот раз получилось. И, как мы видим, у нас очень медленно, прям офигеть, как медленно поднимается наша рука. И давайте тогда выделим вот этот вот, соответственно, моментик. То есть вот так вот, каким-нибудь лёгким движением руки это всё дело выделим. А точнее, это удалим. И давайте ускорим немного нашу анимацию. Сделать это, на самом деле, очень легко. Тут всего два способа. Первый способ, он немного банальненький, но всё же. Так вот. И первый вариант-то просто сделать эти точки привязки поближе. Просто их вот так вот поближе переместить. Чтобы они находились близко, как бы, к себе. И, в принципе, анимация должна ускориться. Как бы это у нас первый способ. Как бы ускорить нашу анимацию. Вот это вот всё вот не нужно. Мы можем, кстати говоря, вырезать. Давайте вот уменьшим, чтобы у нас, как бы, анимация была с одной скоростью. Так вот, давайте вот ненужные кадры наши мы удалим, чтобы они не мешались нам. И, соответственно, вот что у нас получилось. Это, ребят, первый способ. Второй способ, немного, конечно, странный, но всё же не менее интересный. Это ускорить наше видео. Или, наоборот, замедлить. Как это сделать, на самом деле, очень просто. Переходим в начало или в конец нашей дорожки. Зажимаем такую комбинацию клавиш, как КТРЛ, ШИФТ и АЛЬТ. И у нас появляется вот такая вот молния. И, получается, с помощью этой молнии можем либо ускорить наше видео, либо, наоборот, его, соответственно, замедлить. Да, всё работает. Как видите, он поднимает руку и всё как бы нормально. И теперь давайте в этом, предположим, кадре, нет, как мы немного неправильно, ребят, сделали, давайте удаляем второй кадр, растягиваем его немного побольше и уже, соответственно, опять же, на нашу разрезку, так сказать, наши ножницы, так скажем, и включается на вторую камеру. И давайте, например, в этом моменте он, предположим, я не знаю, хлопнет в ладоши, так скажем. Так, нажимаем на вор камеру и давайте редактируем нашу область, соответственно, дальше. Так вот, давайте просмотрим нашу готовую анимацию и подчеркнём те факты, которые мы усвоили в этом уроке. Как видите, в этом уроке мы научились делать простую, ну, всё же, хоть какую-то анимацию и как-то вдыхать в наши проекты, так скажем, жизнь. Так что, ребят, спасибо вам большое за просмотр, в следующем уроке мы научимся добавлять эффекты на нашу, соответственно, площадку, анимировать, добавлять голос и всякие такие нюштики, соответственно, для нашей анимации делать. Если у вас что-то, ребят, как-то каким-то магическим образом не получилось, ссылку на этот проект я оставлю в описании под видео, вы сможете его скачать и сможете пользоваться им на здоровье, досконально разбирая каждый из его штришков. Так что, такие дела. Всем спасибо, ребят, и всем пока.